МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами Женя и Кирилл. И новая детская и мужская передача «Наше время». Передача, героем которой может стать любой из вас. Судя по отликам наших юных телезрителей, программа «Наше время» имеет большой спрос. На нашу электронную почту пришли десятки ваших писем с предложениями и пожеланиями, а также стихотворения о зиме на конкурс поэтов и ответы на рубрику о правилах дорожного движения. Ну, а о пожеланиях и предложениях, Женя, мы поговорим позже, а также о нашей викторине. Ну, а сейчас мы можем подвести итоги конкурса поэтов. Как оказалось, в нашем городе есть ребята, которые сами пишут стихи. К примеру, как Никишина Анна из шестой школы. Она написала вот такие строчки. Сердитая зима замела все улицы. Ей не до сна. Она метет, не жмурится. А у нас сегодня в гостях Ваня Казутин. Ваня еще даже не учится в школе. Вань, а сколько тебе лет? Шесть с половиной. А Ваня у нас стал победителем в рубрике поэтов. Ваня сам написал стихотворение. Ты можешь нам его рассказать? Да. Расскажи, пожалуйста. С высокой-высокой коры сдувается белый снег. Это мои мечты напали на зимний свет. Не надо мне яркого лета. Не надо опавшей листвы. Хочу, космонавт, самодетый, нести, словно ветер с коры. Хочу полететь, как птица. Нет, лучше ракеты излететь. Крустальной земле удивиться и мир добротой сократить. А кем ты хочешь стать? Изобретателем. Ух ты, а почему? Потому что я хочу изобрести что-нибудь новое. Ты у нас такой молодец, такой умничка. Сам написал такое замечательное стихотворение. И именно поэтому ты победил в нашей рубрике поэтов. Поэтому мы тебе дарим билет на мультфильм «Лоракс» в кинотеатре «Искра». А мультфильм «Лоракс» у нас проходит с 15 марта по 4 апреля. Держи, Вань, билет и участвуй в будущем в наших конкурсах. Спасибо. А мы тебя поздравляем! А у нас для вас новый конкурс. И снова этот конкурс фотографий. У многих из вас есть домашние питомцы. Кошки, собаки. Черепашки, мышки и хомячки. Домашние животные всегда забавны в своих играх. И если вы сумеете запечатлеть их игры на фотографии, то обязательно присылайте их к нам на электронную почту, адрес которого вы видите внизу экрана. Или по адресу город Видное 2, абонентский ящик номер 6. Весеннее солнышко не только ярко светит, но еще и созывает всех на улицу. А значит, на дорогах появляется все больше и больше машин. В том числе и больше становится пешеходов. Наша рубрика «Мини-пешеход» призывает вас, юные телезрители, быть намного внимательнее на дорогах. Ученики Видновской школы номер 7, участники клуба «ЮИД», изучают правила дорожного движения и стараются их не нарушать, в том числе и показывают своим школьным товарищам, как надо себя вести на дорогах. Посмотрите сюжет, снятый нашими корреспондентами. Школа номер 7 считается образцовой во всем Ленинском районе в плане пропаганды безопасности дорожного движения. Мы решили убедиться в этом сами. Приехали в школу и попали на урок ОБЖ в седьмом классе. Ребята беседовали о разных ловушках, которые подстерегают нас на дорогах. Когда вы спешите на автобус, не видите ничего вокруг. И с этим вы спорить не будете. Когда вы бежите на автобус, конечно, у вас одна только мысль. Как бы успеть на автобус? И мы отвлекаемся, мы не замечаем, что же вокруг нас. Это очень опасно. Предмет ОБЖ не является основным. Но разве алгебра или русский язык научат ребят безопасному поведению на улицах города? Конечно, нет. Поэтому и сами школьники считают этот предмет очень важным. Эти уроки учат нас, как вести себя на дорогах и что делать в экстренных ситуациях. Я знаю, как их переходить, ну, места знаю, где переходить и что делать, если машины едут, а я еще перехожу. Иногда, когда стою на остановке, я вижу, что и старые женщины, они переходят дороги, и дети иногда перебегают, а машины едут. Но часто попадаются те водители, которые в виде этого, они останавливаются, они едут дальше. Ты сама пользуешься знаниями? Да. Разбор конкретных ситуаций, которые могут возникнуть в жизни на улицах города, помогут ребятам и в реальности не попасть в беду. А чтобы правила поведения на дороге запоминались лучше, в школе используются различные методы. Придумываем всегда разные задания в игровой форме. Мы не только играем, мы серьезно изучаем. У нас для этого на каждого учащегося есть правила дорожного движения, буклеты, очень большой у нас материал подобран и в виде презентации, и на плакатах. Приглашаем сотрудников из ГИБДД, они часто приходят к нам, проводят беседы. Мы следим за материалами, которые размещаются в средствах массовой информации, обсуждаем эти ситуации, разбираем. В школе действует команда юных инспекторов движения. Это ребята, которые активно пропагандируют безопасность юных пешеходов на дорогах. Мы активно пропагандируем правила дорожного движения. Наши ребята проводят агитацию не только в школе, но и также у нас есть подшефные наши детские сады, где ребята из отряда ЮИД посещают эти сады, агитируют ребят и проводят с ними различные викторины, конкурсы, а также показывают им сценарии по правилам дорожного движения. В школе также есть радио, где мы можем и в прямом эфире обязательно перед каникулами сообщать о правилах дорожного движения, как вести себя ребятам во время каникул, о безопасности их во время каникул. Мне очень нравится быть юидовцем. А почему? Ну, потому что мы учим маленьких детишек. Это очень интересно, чтобы каждый ребенок знал ПДД – правила дорожного движения. Мы приносим пользу людям, обучаем правилам дорожного движения, и как взрослых, так и детей. Дети нарушают правила дорожного движения. Они еще очень малы и не очень много всего знают, на какой свет нужно переходить дорогу или на какой свет нужно стоять. Но мы пытаемся этому их обучить, и у нас отлично получается. А взрослые нарушают правила дорожного движения из-за невнимательности, из-за забывчивости. Но бывает так, что они специально их нарушают. Ребят из школьного клуба «Юид» знают в каждом классе. На этот раз они пришли к второклассникам с агитпостановкой. История о том, как волк из сказки про красную шапочку, торопясь к бабушке, пренебрег правилами дорожного движения, и что из этого вышло – занимательно и поучительно одновременно. Серый волк, ты пешеход, вспомни ты про переход подземный, наземный, похожий на зебру. Всем, кто вышел погулять, напомним и заранее. На дороге, не в лесу, здесь нужно внимание. В красном треугольнике знаки осторожные, они предупреждают, к вниманию призывают. А скоро юидовцам предстоит отставить честь своей школы на районном конкурсе юных инспекторов движения. В прошлом году ребята победили в районе и достойно представили наш район на областном слете. Такие слеты помогают ребятам почувствовать, попробовать себя как участниками дорожного движения. Насколько это ответственная работа, насколько это вообще ответственно, что ты несешь не только ответственность за себя, но и за окружающих на дороге. Катя Перова, к примеру, сильна в вопросах медицины. Это ее конек. Медицина очень интересная, там вопросы, то есть такие очень взрослые вопросы, но мы справляемся. Никита Ульянов с удовольствием помог команде набрать очки в конкурсе велосипедистов. Это очень интересно, потому что там трасса достаточно сложная, потому что там есть и бочки, и новая осморка, там есть все, что может быть на обычной дороге. То есть знаки там есть также, но их надо соблюдать так же, как и на обычной дороге. Остался всего месяц до того момента, когда школьники Ленинского района вновь сойдутся в борьбе за право представлять наш район на областном конкурсе юных инспекторов движения. Пожелаем всем, кто носит это почетное звание, выступить достойно. Ведь даже маленькие школьники должны знать правила дорожного движения, чтобы не попасть в беду. Юлий – игра, Юлий – работа, а нашим будущим – забота! Наши старшие помощники инспектора дорожного движения подвели итоги викторины. И победительницами стали ученицы первой школы Диана Медведева и Веникова Тамара. Мы поздравляем девочек с победой! Внимание на экран! Ребята, мы подводим результаты викторины, которые проводили. И победителя этой викторины мы наградим фликером, о котором я раньше говорила. Это наш огонечек, помощник в темное время суток. Поэтому пожелаем удачи, успехов, огромное-огромное спасибо за участие. И чтобы вы были безопасны на проезжей части. А мы объявляем новый конкурс. Это конкурс рисунков «Дорога глазами детей». И называется он «Мир машин, дорог и пешеходов». Желаем вам удачи и ждем ваших рисунков. Рисунки присылайте по адресу городвидное 2, абонентский ящик номер 6. И не забывайте указывать свое имя, фамилию, номер школы и свой мобильный телефон. Ребят, каникулы в самом разгаре, поэтому еще раз мы хотим вам напомнить о безопасности на проезжей части. Давайте мы с вами договоримся, что вы у нас будете самыми умными, самыми дисциплинированными ребятами. Будете себя вести корректно на проезжей части. А для этого мы переходим в проезжую часть только по пешеходному переходу, только на разрешающий зеленый сигнал светофора. При этом не забываем посмотреть налево, направо, убедиться в безопасности своего движения, убедиться, что водители вас видят и пропускают. И только после этого мы переходим в проезжую часть. Желаем вам хороших каникул, желаем вам здоровья и, естественно, отличных оценок. А мы продолжаем рассказывать о ребятах, которые делают свою жизнь гораздо интереснее с помощью искусства, науки и спорта. Артем Николаев – ученик пятого класса Видновской школы номер четыре. В прошлом году стал стипендиатом главы Ленинского района за успехи в науке, спорте и искусстве. Артем разносторонний в своих увлечениях, но все-таки самым важным для него остается спорт. Он занимается в баскетбольной команде «Спарта и Ка». И, по словам его тренера, он добился значительных успехов. Наши корреспонденты побывали у Артема на тренировке. Внимание на экран! Пятиклассник Артем Николаев – очень разносторонний мальчик. Занимаясь детском творческом центре «Импульс», он научился изготавливать кукол из текстиля, поделки из теста. А еще Артем увлекается живописью, каратэ и плаванием. Все это отражено в дипломах и грамотах, которые мальчик завоевывал на различных конкурсах и соревнованиях. Правда, сегодня у него на все не хватает времени. Артем активно занялся баскетболом. И хотя пока опыт в баскетболе не очень большой, в спортивной истории его команды были серьезные матчи. К примеру, в игре с командой из Ногинска за минуты до окончания игры, когда не было надежды на победу, Артем помог своим друзьям, и его команда опередила соперника на несколько очков. Баскетболе остановился, потому что это всемирно известная игра. В нее играют самые лучшие. Этот вид спорта учит играть в команде. Интересная игра. Стремлюсь попасть в сборную России. По словам тренера Елены Шакировой, Артем очень способный. Мы работаем с ним полтора года. Он очень многому научился. И сейчас мы играем первенца Московской области по своему году по 2000. И он является одним из основных игроков нашей команды. И мы пока лидируем в своей группе. Он очень ответственный, отзывчивый, положительный молодой человек. Он всегда приходит на помощь. Как бы тяжело ему самому бы не было, своим товарищам, и в том числе и мне. В секции баскетбола Артем нашел много друзей. Вот что они о нем говорят. Друга он хороший, никогда не предаст. Честный. И он очень честный. Он никогда не говорит неправду. Совмещать учебу и занятия спортом очень непросто. Поэтому пришлось оставить другие любимые увлечения. Но и в учебе Артем первый в классе. Хозяйка Медной горы хочет, чтобы он на ней женился. Но Степан отказывается. А почему отказывается Степан? Потому что у него есть жена. То есть искушению поддался Степан, увидев столько богатства? Нет, не поддался. Не поддался. Нестандартный подход к восприятию всей школьной программы. Работы у него практические. Они не просто выполнены по требованию учителя, они творческие. И чувствуется, что ему интересно. Познавательное творчество у него развито, как ни у кого другого в классе. И приятно работать с таким учеником, который готов всегда, у которого порядок и в тетради, и самое главное в голове. В прошлом году Артем Николаев был удостоен премии главы Ленинского муниципального района за достижения в науке, искусстве и спорте. Это заслуженная награда. И мы пожелаем Артему успехов и новых многочисленных побед. 27 марта отмечают Международный день театра. Его отмечают те, кто связан с театральным искусством. Но своим этот праздник считают не только профессиональные актеры и режиссеры, а также те, для кого театр – увлечение. Но серьезные увлечения не на один день. В нашем городе тоже есть театральные коллективы. И сегодня мы вам расскажем об одном из них. Он находится в Доме культуры и называется «Я актер». Театральная студия «Я актер» в Видном существует два года. За это время сформировался коллектив из ребят, для которых театральное искусство стало частью их детской жизни. На вопрос, что их влечет сюда, отвечают так. Очень интересно ставить этюды всякие. И мы ставим интересный спектакль по актерскому мастерству. Называется «Дама-невидимка». У нас там будут сцены со шпагами. Спектакль там будет на два часа, наверное, примерно. И очень много текста, очень интересно. Как ведут педагоги, они очень хорошо ведут. Вот этюды мне нравятся играть. Это очень важно для ребенка раскрепоститься, перестаться чего-то стесняться. С ребятами занимаются педагоги, профессиональные актеры. Актер театра и кино, преподаватель Всероссийского государственного университета кинематографии имени Сергея Герасимова, Максим Левикин проводит занятия по сценической речи. Какой сегодня день? Сегодня среда. Майкл, не процарапай, пожалуйста, тарелку, мискошку. Ура! Среда! Значит, мы идем сегодня к мисс Ланг. Там ведь всего интересного. Дениска, смотри. Вот то, что ура, среда, и то, что значит, мы сегодня идем к мисс Ланг, да? Да. Тебе же хочется? Да. Это же правда хорошо? Да. А почему сейчас радость такая тусклая? Ура! Среда! Значит, сегодня мы идем к мисс Ланг. Там же столько всего интересного. Печенье, шоколадный торт, собаки. О, собаки – это самая вершина всего интересного, что можно придумать. Я не встречал еще за свою педагогическую деятельность ни разу, чтобы ребенок не взял то, что ты даешь. И чтобы ты не получил от него вот ту волну, вот этот магнетизм, магнетизм – это не благодарность в прямом смысле того слова, то, что спасибо Максиму Николаевичу, то есть как бы, как, какое замечательное занятие. Нет, это умалчивается. Но ты всегда об этом знаешь, и ты это чувствуешь. Цели сделать из детей актеров педагоги перед собой не ставят. Неважно, чем человек будет заниматься в жизни, будет ли он банкиром или будет ли он продавать в лотке цветы, самое главное, что он будет красиво говорить, он будет уметь излагать собственные мысли, он будет свободен, не скован, не зажат, раскрепощен, он будет красиво держать спину. В общем, это будет во всех понятиях красивый человек. А разве это плохо? И неважно, какой ты профессией будешь заниматься после. Это может быть просто твоим хобби. Не обязательно, чтобы ты, вот, если ты ходишь сюда, то ты обязательно должен стать актером. Я, например, вот хочу стать дизайнером интерьера. Но я же что, это что, просто сейчас таких кружков нету? Я же все равно сюда хожу. Я хожу и на другие кружки, и на рисование. И неважно, это все равно в жизни пригодится. Но все же многие из студийцев мечтают в будущем о профессии актера. Я бы хотела сыграть с тем... Димовочку, Алису в стране чудес, кого? Снежную королеву. Нет, я хотела бы из русалочки сыграть русалочку. Я бы сыграла какого-нибудь ребенка. Мне все время достается роль то мамы, то Мэри Поппинс. Я вот ребенка ни разу не играла. На самом деле я, наверное, уже получила свою роль мечты, скажем так, пройдя кастинг в спектакле «Обыкновенное чудо». Роль хозяйки, которую очень сильно любит ее муж, когда вокруг тебя происходит много различных необыкновенных вещей, которые на самом деле вроде как бы обыкновенные, но в то же время именно чудеса. Я бы хотела сыграть Мурли. Это женщина такая, которая была кошкой, но, ну, короче, это моя самая любимая книжка, я бы ее хотела сыграть. Мне нравятся роли людей, потому что в основном я играла роли животных. Поэтому мне очень нравятся мои роли в «Даме-невидимки», потому что я играю людей. А почему тебе не нравится играть животных? Ну, мне как-то ближе люди, чем животные. Я, конечно, их люблю. Мне это нравится понять, животные, их характер. Но с людьми мне как-то попроще. Рада Хадеева – ветеран студии, хотя и самая младшая из ребят. Ведя ее игру, понимаешь, девочка вовсе не играет, а живет в своей роли. Роль Дженни, старшей сестры Майкла из сказки про Мэри Поппинс, дается несложно. Ведь в жизни Рада тоже старшая сестра. Ну вот, только я одна не сплю. Могу посидеть и подумать обо всем на свете. Рада, не делай вид, что ты задумалась. Если ты думаешь, то думай на самом деле. Ты сейчас, смотри, ты сейчас показала нам то, что ты думаешь. То есть, как бы, ах, вот мне вот, я сейчас подумаю. Нет, подумай по-настоящему. Ну вот, только я одна не сплю. И могу посидеть и подумать обо всем на свете. Вот, молодец. Ну я сначала как-то для интереса ходила, а теперь мне понравилось, и я начала как бы уже играть. Мне нравится играть роли, этюды. Мне несложно играть. Говорить слова, там, разговаривать с кем-то. Как-то я от этого кайф получаю. Кто-то сразу может исполнить главную роль, а кому-то для этого потребуется там несколько месяцев для того, чтобы почувствовать себе силы, чтобы выйти на сцену и не бояться, и громко говорить, и смотреть в глаза зрителю. Но, тем не менее, у каждого есть свой результат, и я вижу динамику детей. Я слышу, получаю отзывы от родителей о том, что это начинают замечать их друзья, ну, изменения в ребенке начинают замечать педагоги в школе. И мне это очень радостно. Значит, мы не зря работаем. В студии всегда рады новым ребятам. Хотите, чтобы ваша жизнь изменилась и засверкала новыми красками? Приходите. Здесь найдется место и интересное дело для каждого. Ребята, присылайте нам письма. Нравится ли вам наша передача? О ком бы вы хотели, чтобы мы рассказали? А также в качестве героев вы можете предлагать нам своих друзей, интересных своими увлечениями. Пишите нам на электронную почту, адрес которой вы видите внизу экрана. А также на адрес городвидные 2, абонентский ящик номер 6. Но наше время, к сожалению, истекло. Но ничего, увидимся с вами ровно через месяц в одну из апрельских пятниц. Ровно 20.00. Пока!